Королевство Италия вступило во Вторую мировую войну на стороне стран Оси 10 июня 1940 года, объявив войну Великобритании и Франции. Италия действовала с Германией в её авантюрах как одно целое. И как мы все знаем, Германию-то разделили после окончания войны США, СССР, Британия и Франция. Даже Австрию и те же страны умудрились разделить, после чего же назревает очевиднейший вопрос. Тогда почему Италию не разделили после Второй мировой? Может быть Италия была не столь агрессивна, как Германия? Ну, вообще-то нет. 28 октября 1940 года Италия объявила войну Греции. 6 апреля 1941 года Югославии. 22 июня 1941 года Италия вместе со странами Оси напала на Советский Союз. 11 декабря 1941 года Италия вместе с Германией объявила войну США. Из чего мы можем понять, что Италия таки объявила войну всем своим потенциальным оккупантам. Ну, начнём с того, что, а какую вообще территорию занимала Италия на момент начала Второй мировой? Из земель, которые можно отметить, что они являются сегодня частью Италии, это полуостров Истрия, государство Албания и колонии Либия и Восточная Африка в виде современных Эфиопии, Сомали и Эритреи. А какие территории приобретала Италия в ходе войны? Предлагаю начать с 1940 года, а именно, вторжение Италии во Францию и её оккупация. 10 июня 1940 года Италия объявила войну Франции и Великобритании. Ввиду общей границы, итальянская армия начала вторжение в юго-восточную Францию. Однако бои для итальянской армии складывались, ну уж мягко говоря, неблагоприятно. Лишь после капитуляции Франции перед Германией, итальянские войска смогли занять небольшую французскую территорию с городом Ментона, которая стала оккупационной зоной. В 1942 году зона была существенно расширена, итальянские войска и оккупационная администрация сохраняли там своё присутствие до сентября 1943 года, пока их не сменили немецкие войска. Ходит много разных насмешек над Италией касательно её слабости в ведении войн, что можно было и заметить на примере итальянского вторжения в Египет. 13 сентября 1940 года итальянская армия вторгла с территории Ливии в Египет с целью захвата Александрии и Суэцкого канала, но вскоре она была остановлена. Италия хоть была и несколько немощна в этом вопросе, но Англии она очень солила, и даже так, что однажды Черчилль произнёс знаменитую фразу, дескать, «Италия – это мягкое подбрюще Европы». Вторжение в Грецию 28 октября Италия вторглась в Грецию с территории Албании, однако греческая армия остановила атаку, перешла в контрнаступление и нанесла итальянцам сокрушительное поражение, выбив их с территории страны и заняв Южную Албанию. Больше об Италии и Греции во Второй мировой войне вы можете узнать из моего видео, почему Италия не захватила Грецию во Второй мировой. Но позже, 6 апреля 1941 года, союзные войска Германии, Италии, Венгрии, Румынии и Болгарии вторглись в Югославию и Грецию. 13 апреля пал Белград, 18 апреля Югославия подписала капитуляцию и 350 тысяч её солдат попали в плен. В Греции итало-немецкие войска разгромили основные силы греческой армии к 20 апреля, а также Италия не забыла о побережье на берегу Адриатического моря, тем самым полностью подмяв под себя это море. И наконец-то последней территорией, которая попала под жёсткую оккупационную руку Италии, стал остров Корсика. В ответ на высадившиеся силы союзников Северной Африки, итальянцы в ходе операции Антон захватили Корсику. Иронично, но оккупация закончилась тем, что итальянские войска сами же приняли непосредственное участие в изгнании с острова немецких частей. В ноябре 1943 года итальянские дивизии были передислоцированы на Апеннинский полуостров, а на острове был размещен американский контингент в количестве 50 тысяч человек. А уже теперь Италия начала терять захваченные земли, и вполне возможно, что союзники посчитали, что этого вполне достаточно в качестве наказания для итальянского государства. Но впрочем, человек, который пришел ко власти после Муссолини, был достаточно лоялен к антигитлеровской коалиции. Это был Луиджи Эйнауди, ставший президентом Италии 11 мая 1948 года. Он разделял идеи либерализма. Но все-таки, я считаю, вам стоит рассказать, как же происходил антигитлеровский захват Италии. 10 июля 1943 года англо-американские войска начали высадку на острове Сицилия. Располагая абсолютным превосходством сил на море и в воздухе, они к середине августа овладели Сицилией, а в начале сентября переправились на Апеннинский полуостров. В Италии нарастало движение за ликвидацию фашистского режима и выход из войны. В результате ударов англо-американских войск и роста антифашистского движения, в конце июля пал режим Муссолини. Его сменило правительство Бодольо, подписавшее 3 сентября перемирие с США и Великобританией. В ответ немцы ввели в Италию дополнительные контингенты войск, разоружили итальянскую армию и оккупировали страну. И началась гражданская война. Если же вы хотите видео об итальянской гражданской войне, пишите в комментарии, и я хочу видео об итальянской гражданской войне на пальцах. Ну а если вы наоборот не хотите видео об этом, то тоже обязательно об этом напишите, чтобы хотя бы возник хоть какой-то плюрализм в этом вопросе. Ну а я на этом с вами прощаюсь, надеюсь вам понравилось это видео и вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. А если вы хотите поддержать мой канал, то на экране и в описании вы увидите все реквизиты, по которым вы сможете помочь мне в моей деятельности. Заранее благодарю потенциальных меценатов. Субтитры сделал DimaTorzok